Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Получение Святаго Иоанна Златоустова. Кто имеет одно благое дело, а другого не имеет, такой человек еще не совершен. Какая, например, польза, скажи мне, если кто молится прилежно, а милостыню подает нещедро, или щедро подает милостыню, но лихаимствует и притесняет других, или подает только на показ людям и ради похвалы от видящих, или хотя подает милостыню с полным усердием и для благоуждения Богу, но этим самым превозносится и высокомудрствует о себе, или смиряется и соблюдает посты, но при этом, сребролюбив, любостяжателен и, быв привязан к земле, вводит в душу свою мать всех зол. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Будем страшиться его, будем убегать этого греха. Сребролюбие возмутило всю вселенную, все привело в беспорядок. Оно удаляет нас от благ, женейшего служения Христу. Ибо нельзя, говорит, служить Богу и мамоне, ибо мамона требует совершенно противного Христу. Христос говорит, подай нуждающемуся, а мамона отними у нуждающегося. Христос говорит, прощай зломыслящим на тебя и обидящим, а мамона, напротив, строй козни против людей, нисколько не обижающих тебя. Христос говорит, будь человеколюбив и кроток, а мамона, напротив, будь жесток и бесчеловечен, считая ни за что слезы бедных, и таким образом в день суда сделает страшным для нас судью. Тогда все наши деяния предстанут пред нашими глазами. Обиженные, обнаженные нами, лишат нас всякого оправдания. Ибо если Лазарь, нисколько не обиженный богачом, а только не получивший от него помощи, сделался строгим его обвинителем и не допустил богатого получить какое-либо снисхождение, то скажи, какое оправдание будут иметь те, которые не только не подают милостыни из своего имущества, но еще присвояют себе чужое и разоряют домы сирот. Если не питавшие алчущего Христа навлекли на главу свою столь великий огонь, то похищающие чужое, ведущие бесчисленные тяжбы, несправедливо присвояющие себе имение от всех, какую получат отраду, и так исторним из себя эту страсть, а исторним, если помыслим о тех, кои прежде нас сделали другими, другим несправедливости, лихаимствовали и умирали, не другие ли пользуются их богатством и трудами, тогда как сами они подвержены казни, мукам и невыносимым злостраданиям, не крайне ли это безумие трудиться и заботиться, чтобы и при жизни истощаться от трудов и по смерти терпеть невыносимые наказания и мучения, тогда как надлежало бы и здесь наслаждаться благоденствием, ибо ничто не доставляет столь удовольствия, как милостыня при чистой совести, и по отшествии в другую жизнь там избавиться от всех зол и достигнуть бесчисленных благ, как порог здесь еще прежде гиена обыкновенно мучит преданных ему, так добродетель еще прежде царствия здесь доставляет наслаждение подвязающимся в ней, услаждая их жизнь приятными надеждами и постоянным удовольствием. И так, чтобы нам получить это удовольствие и здесь, и в будущем жизни, обратимся к добрым делам, таким образом сподобимся мы и будущих венцов. Из 40-го беседы на Евангелие и на Богослово. Аминь. Спасибо. Спасибо.